Возлюбленная Божья невеста У нас сегодня 104-й псалом, 24 стиха У нас сегодня 104-й псалом, 24 стиха И вывел израильтян серебром и золотом И не было в коленах их болящего Аминь Это то, что делает Господь для своих детей Он хранит нас, Он выводит нас С победой, с добычей, с плодами Аминь Потому что на нас кровь Иисуса Христа И мы будем славить Его сейчас Будем превозносить Его имя Потому что Он наш Бог Аминь Аминь Мы блаженный народ, потому что мы знаем своего Бога Слава Тебе, Иисус Слава Тебе, что Ты открылся в наших жизнях Слава Тебе, что Ты стал нашим Богом Слава Тебе, что Ты привел в нас свой чудный свет И мы познали имя Твое Святое И мы входим в Тебя, как в крепкую башню И будем спасены, и будем защищены Мы благодарим Тебя наш Бог Мы превозносим Тебя Мы превозносим Тебя в наших жизнях Мы поклоняемся Тебе Мы преклоняемся при Тобой Мы благословляем Тебя наш Бог Мы благословляем Тебя наш Бог Ты достоин всей славы, ты достоин всей хвалы, Аллилуйя, принимай наш любимый, принимай наш святой Бог, хвалуй из наших сердец, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, ты достоин, Иисус, мы превосносим Твое имя, мы ожидаем Тебя в славе, Бог, который возвращается, Бог, Иисус. Иисус превосносит, Иисуса имя превоснесем, Воснесем, вознесем, Иисуса имя превоснесем, Он наш царь, Иисуса имя превоснесем, Вознесем, вознесем, Иисуса имя превознесем, он наш царь. Варуха, Бешем, Адонай. Варуха, Бешем, Адонай. Варуха, Бешем, Адонай. Варуха, Бешем, Адонай. Варуха, Бешем, Иисуса имя превознесем, он наш царь. Вознесем, 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 Иисуса имя превознесем, он наш царь. Варуха, Бешем, Адонай. Варуха, Бешем, Адонай. Варуха, Бешем, Адонай. Варуха, Бешем, Адонай. Великой славе он придет, он придет, он придет. Варуха, Бешем, Адонай. 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМЯ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННЫЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННЫЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННЫЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Пой вся земля, твой царь грядет, По славе своей грядет. В великой славе Он грядёт, Он грядёт, Он наш Царь, В великой славе Он грядёт, Он грядёт, Он грядёт, ты наш царь он грядет он грядет в великой славе он грядет ты наш царь он грядет он грядет он грядет в великой славе он грядет ты мой царь еще в великой славе он грядет он грядет он грядет в великой славе Аминь. Благослови великий Господь. Аллилуйя! 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 Он мой Бог наш. Аллилуйя! И сердце, Которое знает Сына Бога, Которое возносит Ему Славу, Которое воздаёт Ему всю честь и хвалу! Аллилуйя! Аллилуйя! Тебе! Аллилуйя! Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя! Хвала нашему Господу! 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 Ты, любовь моя, отдая себя на кресте до конца, чтоб был счастлив я. Ты, любовь моя, первая. Ты, любовь моя, вечная. Ты, любовь моя, отдавшая себя на кресте до конца, чтоб был счастлив я. Церковь не хотела делиться о том, как пришла эта песня, но я сейчас прям чувствую внутри варенье, и Дух Святой мне говорит, чтобы я поделилась об этом. Дни пять назад мы с Сережей вернулись в Петербург, мы ездили в свадебное путешествие, и мы летим в самолете наверху. И я благодарю просто Бога, я понимаю, что это последние три часа полета, что мы приезжаем, возвращаемся в город, и что как бы закончилось наше путешествие, и я благодарю Бога. И мы с ним сидели отдельно друг от друга. Я просто молилась и говорила, что Господь, это моя первая настоящая любовь, Сережа. Я благодарила Бога за него, а Бог мне говорит, нет, я твоя первая любовь. Если бы ты меня не полюбила, ты бы не смогла его любить. Если бы я тебе не открылся, я твоя первая любовь. Если бы я тебе не открылся, как любовь, ты бы не могла любить ближних. Сначала я, потом он. Сначала я, потом все остальные. И меня это так сильно накрыло. И вот эта песня, она просто так прилетела ко мне, включая диктофон, рядом со мной сидят люди. И я, ты, любовь моя первая И вот это было заново признание И у меня был сезон И вы, наверное, были свидетелями, да? Когда я посвящала Богу свое сердце заново и заново И пела, что Бог ты царь, что я тебе отдаю свое сердце, посвящаю Но здесь есть такие слова, что когда я встречаюсь с тобой Я опять посвящаю снова и снова свое сердце И я снова и снова говорю, что я люблю тебя Я снова и снова разбиваюсь от твою любовь Потому что она первая в моей жизни Но, несмотря на это, Сережа, моя первая любовь Здесь Ты, любовь моя первая Ты, любовь моя вечная Ты, любовь моя Отдавшая себя На кресте до конца Чтоб был счастлив я Ты, любовь моя Ты, любовь моя Вечная Ты, любовь моя Ты, любовь моя Чтоб был счастлив я Ты, любовь моя Ты, любовь моя Иисус, я так сильно люблю тебя Мой Иисус, я люблю тебя Я так сильно люблю тебя Мой Иисус, мой Иисус Я люблю тебя Я так сильно люблю тебя Мой Иисус, мой Иисус Я так сильно люблю тебя Мой Иисус, мой Иисус Я так сильно люблю тебя Я так сильно люблю тебя Мой Иисус, мой Иисус Мой Иисус, мой Иисус Я так сильно люблю тебя Мой Иисус, мой Иисус Я так сильно люблю тебя Мой Иисус, мой Иисус Мой Иисус, мой Иисус Как описать слова Присутствие Твое На небе и земле Никто не сравнится с Тобой Как описать слова Присутствие Твое Я так сильно люблю тебя Я так сильно люблю тебя Мой Иисус, мой Иисус Мой Иисус Я так сильно люблю тебя Мой Иисус, мой Иисус Я так сильно люблю тебя Я так сильно люблю тебя Мой Иисус, мой Иисус Я так сильно люблю тебя Мой Иисус, мой Иисус Как описать слова Присутствие Твое На небе и земле Никто не сравнится с Тобой Поклоняюсь 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 Тебе, Иисус, поклоняюсь Прими, Господь, поклоняюсь Пусть наше поклонение будет приятным для Тебя Поклоняюсь Благоценный Господь, пусть народ Твой сейчас Принося Тебе эту жертву благодарности Жертву почтительности Сделает это сердцем Сделает это духом Потому что поклонников, которые кланяются Тебе в духе И в истине Ты себе ищешь И я благодарю Тебя, Отец Я благодарю Тебя, что Твое познание Нас так глубоко Если кому-то что-то мешает поклоняться Убери это сейчас, Отец Потому что нам важно войти в глубину В глубину той атмосферы, которая на небесах приводит движение херувимов, серафимов У престола Твоей славы всегда движение Движение духа, движение атмосферы, наполненной любовью, миром, наполненной безопасностью, но также и температура огня высока Я хочу благословить сейчас каждого из нас Принять эту степень погружения В атмосферу неба Любимый, чтобы мы могли поклоняясь Тебе говорить Свят, 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 Свят Господь Бог Вседержитель И вся земля И вся земля, она Тебе поклоняется Все творение, оно Тебе кланяется С раннего утра птицы, они возвещают Словословие Тебе Потому что они для этого призваны И они исполняют свое призвание И шум водопадов Возхищается Тобой, как Творцом Но только человеку Ты дал право выбора Делать это или нет И мы сделали этот выбор, Небесный Отец И мы пришли к Тебе сказать, что мы Искренне Поклоняясь Тебе хотим выразить свою благодарность Свою почтительность Призвать движение небесные слои Чтобы они опустились на землю И пропитали землю Тобою Господь, одного мгновения в Твоем присутствии Достаточно, чтобы все аргументы Чтобы все претензии, они были потушены Чтобы все стрелы, они оказались надломлены Чтобы все опасности, они были отделены от Твоего народа Одного мгновения достаточно, Отец Но мы здесь хотим провести минуты и даже часы С Тобой, возлюбленный Поэтому не скрывай от нас лица Твоего Дай нам насладиться образом Твоим Дай насладиться красотою Твоей Дай насладиться жизнью Твоей Дай насладиться источниками Твоими Чтобы всякая сухота ушла А жажда была восполнена Восполнена медом, молоком, живой водой О Май Глори Армира Варда Редеса Молевой Макэмонагата Лавина Палатанда Блессер Посади нас у потоков вод Где Твое, Господь, прикосновение исцеляет раны Где Твоя жизнь, она пробуждает нас Как весной пробуждается растительность Посади нас у тех потоков, где голос Твой слышен Где помазание учит, разрушая чужое ермо Я благословляю сейчас Твой народ Оказаться у этого потока Пусть сейчас внутренние глаза откроются Чтобы увидеть, что этот поток всегда чистый Этот поток всегда искрящийся, потому что отражает солнце Этот поток спокоен Потому что Твоя глубокая река, она спокойна Полноводная река, она течет уверенно И я благодарю Тебя, Рави Бладос Я благодарю Тебя, Равира Плэжес Прайс Дай сейчас каждому сердцу сказать эти слова в Твои уши Благодарю Тебя, Отец Благодарю Тебя, родной Бладга Давида Ларис Помолись сейчас своему Богу Помолись на языках так, чтобы Твой Дух распечатался Для того, чтобы принять новую меру Свежую меру благодати Новую меру Божьего присутствия Который где надо исцеляет Где надо очищает Где надо восполняет Где надо пропитывает Где надо становится ветром под крыльями Где необходимо уносит тучи Папочка, мы принимаем эту Твою способность Посадить нас к Твоему потоку Я буду жить тобой Посади меня у потока вод Посади меня у потока вод Я буду зеленеть Я принесу свой плод Посади меня у потока вод Посади меня у потока вод Я буду жить в Тебе Я буду жить с Тобой Живая вода с небес Живая вода течет Пустыню для меня Созидай источники вод Я бегу словно вод Ищу всем сердцем Тебя, Господь Веди меня туда Постояню Посади меня у потока вод Посади меня у потока вод privacy Я буду жить в Тебе Я буду жить с Тобой Посади меня у потока вод Посади меня у потока вод посади меня у потоков, я буду пить тебя, я буду жить тобой посади меня у потоков, посади меня у потоков, я буду зеленьеть я принесу свой Бог, живая вода с небес, живая вода течет пустыню для меня, созидая источник его, я бегу слов талант ищу всем сердцем тебя, Господь, веди меня туда, живым потоком посади меня у потоков, посади меня у потоков, я буду жить тебе я буду жить с тобой, посади меня у потоков, я буду пить тебя, я буду жить с тобой, жить с тобой посади меня у потоков, посади меня у потоков, я буду зеленьеть я принесу свой Бог, живая вода с небес, живая вода течет пустыню для меня, созидая источник его, я буду зеленью ищу всем сердцем тебя, Господь, веди меня туда, живым потоком, а а а а а еще и а а а а а и а а и а 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 у потока пот я буду жить теперь я буду жить с тобой и меня и меня я принесу свой дно Живая вода с небес, живая вода течет в пустыню для меня, созидая источник и вод, я бегу слов на лаве. Драгоценный Господь, я благословляю сейчас жаждой народ, чтобы захотелось этот источник всегда иметь внутри себя открытым, чтобы никто и ничто не могло его запечатать. Это источник жизни, это источник радости, это источник благословения и счастья, это источник мира Божьего, это источник безопасности, это источник святости, это источник отделенности для Бога, это источник всякого благоволения и благословения. Возлюбленные мы идем в объятия неба Мы идем в объятия неба Мы идем туда, где эти источники никогда не будут перекрыты Но сегодня небо в нас уже началось Поэтому дай нам, Боже, здесь, внутри своего сердца Иметь открытыми эти каналы Чтобы всегда быть проточными Отец, благодарю Тебя, Рави Блада Сарамин Кайсер Благодарю Тебя, что мы тот народ Который Ты захотел взять в удел в это последнее время И сказать, пойдем, пойдем, моя возлюбленная голубица Пойдем, я покажу Тебе великое Я покажу Тебе недосягаемое Я покажу Тебе то, чего Ты еще не знаешь Я введу Тебя на высоты, которые когда-то Тебя страшили Я приведу Тебя к источникам Которые никогда не будут перекрыты врагом Я даю Тебе доступ туда, где раньше пугал Тебя враг Но я ввожу Тебя в наследство В наследство, которое я, как Отец, приготовил для Тебя Я ввожу Тебя в глубину своего сердца Потому что только там Твое счастье Только там Твоя безопасность Я ввожу Тебя туда, где Ты еще не был Потому что мой источник для Тебя открылся По жажде Твоей, по ожиданию Твоему И его больше никто не перекроет Принимай, пей, наслаждайся Передавай дальше тем людям, у которых ничего не приготовлено Передавай, и умножится вера Умножится наследство в Тебе Умножится жизнь вокруг Тебя О, дети! О, дети! О, дети! Примите Мое Отцовство Примите Его на сто процентов Не ограничивайте меня неверимыми сомнениями Не ограничивайте меня страхами Не ограничивайте меня никаким непрежным отношением Я Ваш Отец Я Вас вызвал к жизни Я дал Вам вкусить от благости своей Я привел Вас в свое присутствие Чтобы преображать и делать похожими на себя Я все Вам дал открытым доступом Идите смело Идите, не ограничивайте себя Никакими лживыми аргументами врага Отвергайте их Отвергайте их Ибо я сказал о Тебе Что любовью вечную Я возлюбил Тебя И потому простер Тебе благоволение Моя любовь безусловная Моя любовь вечная Прими ее Независимо от дел Твоих Независимо от достижений Твоих Твои дела Меня интересуют только после того Когда ты заливаешься со мной Когда ты продолжением меня Являешься на этой земле Только тогда Мне интересны плоды Когда они выходят из наших отношений с Тобой Поэтому не торопись что-то делать А поторопись в мое объятие В объятия отца В объятия любви В объятия вечности Я сделаю великое О чем ты Я буду шуметь Но я это сделаю Твоей судьбе Я это произведу в Твоей жизни Великий плод Я источник плодов Я источник прорывов Я источник Великой жизни на земле Она здесь начинается Но она не закончится А найдет, идет вечность И там я вас ожидаю А здесь я уже с вами Совершаю великие дела И вы видите только верхушку айсберга Но то, что я делаю гораздо больше Чем вы можете себе представить Я творю великое Я творю недоступное Я творю мощное На человеческом уровне сегодня В обществе В народах В странах В городах На континентах Я уже вышел от престола славы И я творю Жатву Жатву Собираю Житницы приготовленные И без вас я это делаю Я делаю дела От которых, когда люди услышат В ушах зазвенит Потому что я Бог Который пришел заявить О своей работе сейчас Область Гадас Лори Каманакит Оливар Спасибо тебе, любимый Спасибо тебе Спасибо тебе, родной Мы принимаем эту способность Вычерпывать Из твоего отцовского сердца Вычерпывать из твоего Источника жизни Источника жизни Вычерпывать то, что является Для нас необходимой водой Благодарю тебя, отец Благодарю тебя, что с нами тот Бог Который никогда не опаздывает С нами тот господин Жатвы Который не прячется И удерживает нас И удерживает нас от давления Жатвы Настолько, чтобы нас Она не раздавила Отец, я благодарю тебя Что иго твое благо И бремя твое легко Я благодарю тебя, что мы сейчас Можем благословлять Волны эфира Наполняться жизнью И переходить От сердца к сердцу От дома к дому От города к городу От села к селу От страны к стране От континента к континенту Ибо земля Господня Земля Господня И ты отдал нам, человекам, людям Эту землю Чтобы мы приготовили путь Господу И мы принимаем от тебя Эту способность Готовить тебе путь Мы принимаем эту способность Быть помазанными духом Ильи Который почивал на Иоанне когда-то А сегодня мы как церковь твоя Принимаем этот дух Дух Ильи Чтобы повернуть сердца людей К тебе, Отец А потом и друг к другу Потому что только твоя любовь Учит прощать до конца Твоя любовь учит любить Безусловно Твоя благодать Освобождает от корзины От цепей наши руки И я благодарю тебя за это, Иисус Я благодарю тебя, Рави Я благодарю тебя, живой и говорящий Творящий великие дела сегодня В этом современном мире В этом мире технологий И цифровых технологий А у тебя есть свои цифры Которые ты написал нам В своем послании И сказал Наблюдайте, как вы слушаете Имеющие уши слышат да слышат Что дух говорит церквям И нам важно сегодня услышать Что ты будешь говорить К церкви твоей Чтобы нам принять Обрезанные уши Для слышания из сердца Готовая принять твое семя Нетленного Бога Чтобы оно проросло И принесло обильные урожаи В твою славу Я благодарю тебя, Небесный Отец За исцеление, которое приходит сейчас На страждущих На жаждущих Я благодарю тебя, что по волнам эфира Мы посылаем исцеление Тем, кто находится сейчас в отчаянии Либо в больницах Либо в реанимациях Либо дома Но в болезненном состоянии Мы говорим здравия вам Здравия каждой клетки Здравия телу вашему Здравия душе вашей Целостность личности И все, что проходит сейчас тело Пусть не помешает Богу, душу Сделать целостной А сердце расширенным Чтобы нам вмещать людей Такими, как они есть Не предъявлять им претензии А принимать их такими, как они есть И помогать им состояться В их призвании Господь, я принимаю эту способность И на себя, и на народ Твой Чтобы церковь Твоя, она стала Делателями на Ниве Твоей Зрелыми и готовыми Собрать жатву до конца И для этого нам важны чувствования Твои Нам важна Твоя мудрость И Твоя любовь, которая не иссякает внутри нас Потому что Ты не истекаешь Я благодарю Тебя, Небесный Отец Чтобы можем сказать Что с нами Адонай Тот Бог, который является Господином всего Который сказал С именем моим Господь Я еще не открывался фараону Но я откроюсь И Ты открылся так Что фараон узнал, кто Господь Я желаю, чтобы каждый житель этой земли Узнал, кто Господь во Вселенной Каждый правитель, каждой страны узнал Кто является подлинным Господином Который поделился властью С любым правителем на разном уровне И даже с любым начальствующим Я благодарю Тебя, Господь Что Ты поделился с каждым отцом Своим отцовством Я благодарю Тебя, что мы можем сейчас Исповедовать пред Тобой Твою природу Сильного, мощного Адоная Господь, я благодарю Тебя Что просящему хлеба Ты не дашь камень Просящему рыбу Ты не дашь змею И мы принимаем от Тебя Все, что нам принадлежит Как радость пред лицом Твоим Так Господь и мед, и молоко Так накрытая трапеза ввиду врагов И каждый человек, кто с нами встречается Он узнает в нас Господство неба Пусть радость наша будет совершенная Потому что мы пришли пред лицом нашего Господа Напитаться от Его источников Поесть от Его стола И наполниться радостью неба Кто попросит хлеба, не получит камень Кто стучит ему вскоре отваря Кто прощает сердце, не живет в неволе Кто прощает, то ему простят Кто не осуждает, осужден не будет Кто посеет почву, прорастет зерно Кто возлюбит, правда Как тебя возлюбит, тому быть любимым Суждено А со мной, Адонай А со мной, мой любимый А со мной, Адонай Он мой щит, он мой царь А со мной, Адонай А со мной, мой любимый А со мной, Адонай Он мой щит, он мой царь День заменит ночь И наступит утро Солнце на вогне Твоем не сойдет Грешник собирает Но передастся правым Верным малом, много и возьмет Непроворный век Нехрабрец там победа И не мудрым хлеб Но случай свой Коня готовят в бой Но отбор, спада победа Адонай, мой щит, он всегда со мной А со мной, Адонай А со мной, мой любимый Я со мной, Адонай Он мой щит, он мой царь А со мной, Адонай А со мной, мой любимый Я со мной, Адонай Он мой щит, он мой царь Ах, 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 ай Ах, 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 ах Ах, 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 ах Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok об этом говорить целый месяц напоминать всем что христос воскрес прошел через ад победил от забрал ключи у ада и смерти надломил все его стрелы и сказал все что я укротил и ты укротишь все что я победил в твоей жизни эта победа проявится поэтому сегодня принимаем эту победу победу над любой сферой жизни принимаем понимание как нам прийти к полным результатам и пусть это служение будет возможностью расширить пределы своего собственного мира и принять туда то что является божьей частью в умноженном виде бог уже в нас но он хочет расширяться в пределах нашего сердца потому что сколько может вместить сердце человеческое наверное немало но не весь объем который у нас приготовлен в боге поэтому пусть расширяется наша внутренность чтобы нам больше и больше наслаждаться от его красоты от его нежности от его мудрости от его своевременности от его почтительности от его благоволения благословляю каждую часть служения и молюсь чтобы нам было хорошо в его присутствии и люди которые с нами на разных уголках уголках земли пусть вам будет хорошо пусть вам будет тепло в его объятиях пусть вам будет накрыт стол если надо ввиду врагов ввиду болезни ввиду каких-то непониманий но если бог укрепит то он укрепит настолько что все остальное станет таким мелким а божье присутствие возвысится над горами над долинами над любыми обстоятельствами поэтому друзья мы сейчас приветствуем здесь детей наших передаем эстафету не будущему а настоящему поколению которая с нами уже сейчас может быть партнерстве и те которым не хватило места можете найти сейчас дети выйдут и будет добавочные места здравствуйте дорогая любимая церковь здравствуйте дети мы рады что сегодня опять воскресный день и мы можем послужить и вот у нас есть ребята я только стою думаю что-то захара макара давно не было не подходят ко мне говорят люба можно мы сегодня расскажем конечно давайте солнышко солнышко глеет нас с неба лучами свет вольется над всеми полями в роще на тихой широкой рекой и над полоской ружей золотой но еще ярче его и теплей так льется так гласит священное писание тот кто умер а потом воскрес вновь придет торжественном сияния окруженную славу и небес он придет идет небесные обители взять земли искупленных своих этот день великий приближается и небесной встречи увенчается подвиг иисуса на кресте спасибо большое знаете вот выйти на сцену тут взрослые-то волнуется тут детям до выйти рассказать поэтому молодцы и макар и захар вот вам прям церковь вот благословляет вас дальше продолжать ваше служение а сегодня хотела бы поделиться таким местом притчи 26 наставь юношу при начале пути его и он не уклониться от него когда и состарится ну казалось бы ну такое место уже столько читали перечитали и знаете я вот была на сессии преподаватели воскресных школ и мне это место открылась там уникальным образом потому что нам дали более глубокое объяснение этой притчи мне хотелось с вами поделиться значит что такое путь на какой путь на путь вечный нужно наставить ребенка в начале его рождения чтобы он ник не уклонился то есть он по этому пути он будет идти он должен по нему идти и не уклониться от этого пути и что такое наставить наставить это проинструктировать и научить и вы знаете я такая знаете на себя сразу же притянула ну как бы практически я люблю когда практическое слово конкретной жизненной ситуации я вдруг поняла что своих детей я чаще знаете вот как бы корректирую уже те действия которые не совершают то есть ну что сделал ребенок не то и ты говоришь это делать не так но тут мне открылось что если бы наставлять узнаете брать слово божье и прям садится и слово божье но ведь сама производит эту работу в нас также и в детях наших поэтому если я приняла это слово для себя какое-то одно откровение я его пережила я его растворила верою я его укоренила в себе мне его легко передать моему ребенку опустившись на его уровень зная его интересы знаю его особенности потому что каждый ребенок уникален и только родители знают ключик как этому ребенку подступиться и как его наставить и конечно же наставление детей трех пяти лет будет совершенно другим нежели ребенка двенадцати тринадцати лет поэтому на первая задача чья наставить родители наставить на путь да а потом уже и нас детских служителей и учителей чтобы дети могли познать этот путь и потом уже в них сформировалась это убежденность сформировались эти привычки дисциплина изучать слово божье я поняла что это обязательно должна быть дисциплина я слышала такую историю на этой же сессии до одна женщина она служитель божий на учитель слова божьего и вот уже она у дети у нее выросли и она стетовала на то что вот дети у нее как бы не изучают слово божье и тогда ее спросили а что вы делали когда дети были маленькие и она ответила но я никогда их не заставляла чтобы вот они садились и изучали слово божье они я думала что они сами должны как-то проявить интерес так как же дети за имеет эту привычку садиться возле слова размышлять укореняться читать и молиться на основании слова божьего я вот например хочу чтобы дети молились словами из писания но как они будут знать если они в них не прибывают если родители в достаточной мере не уделяет этому внимания поэтому моя страсть вот огромная страсть и желание чтобы дети дети видели как родители их наставляют на слове божьем и когда мы с макарием изучали описание и вот этот курс мы проходили имена бога и мы с ним занимались я вдруг увидела что мой ребенок задает такие глубокие вопросы написано да послушай ребенка и какие он вопросы задает и ты узнаешь много о нем я вдруг о нем узнала что он оказывается так глубоко мыслит я даже не могла ответить на его вопрос игру макарий мне нужно время чтобы на этот вопрос ответить вот поэтому и стеша у нас вот проходили мы этот курс и сейчас детки расскажут как это было я смотрю она у меня значит папа подарил ей библию она сегодня с утра на кухню сойдет этой библии садится открывает я груз теша ну ты прям как истинная христианка начинаешь свой день я ее этому не учила я не знаю как она это все впитывает но дети наверное видят и не наверное нереально видят что мы делаем поэтому я желаю нам родителям нам родителям укореняться самим еще более ей более принимать эти истины и передавать их в доступной форме для детей и вот сегодня я хотела бы поделиться как бы сказать отзывами детей маленьких которые укоренялись слове и вы сейчас посмотрите на это и кто им помогал у нас есть кураторы которые также выросли в этом служении и стали помогать молодым ученикам слова божьего ролик пожалуйста меня зовут у меня четыре года я закончила библийский курс этот друг который сидит справа от тебя он тебе помогал а как его зовут иисус иисус и еще кто кто рядом с тобой лайка лайка замечательно мы здесь и и и разукрашивали и учились писать буквы обводили библейские тексты и мы учили библейские стихи мы познакомились со многими друзьями спасибо вам большое я как мамочка рекомендую даже мамочкам таких малышей четырех лет приходить на этот курс заниматься и вы увидите чудесные результаты и и позже работал в вашем ребенке бог есть творец дух божий хоть бог свет тьма спасибо вам большое за этот курс мне он очень понравился капитан Андрюша мне 6 лет и я узнал что бог создал этот мир и создал животных и создал лучших людей мне понравилась как мультфильм песни спасибо тетя Лидия как мы заполняли эту тетю книжку книжку из куратор мне понравилась очень книга здравствуйте меня зовут зообродная София я просто в шлаку кто создал этот мир огромное спасибо передаю мы вспашем поля твоим словом и в жаду войдем те кто сеют до нас я библия я люблю библию я люблю библию я люблю изучать этот курс собираем собираем твой урожай поднимаем 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 пророка умножаем умножаем хлеб с небес чтоб народ знал своего бога спашем поэтому давайте помолимся за это и благословим детей дорогой господь благодарим тебя за слово твое которое есть светильник на ген нашей мы благодарим тебя за то что ты есть слово мы благодарим тебя за каждого ребенка которого ты нам подарил как дар как уникальность как ценность как драгоценность и мы просим господь даруй нам мудрости даруй нам этой жажды даруй нам эти духовные дисциплины пребывать в твоем слове непрестанно Нам как родителям, нам как служителям, чтобы быть в духе, чтобы быть в наполненном состоянии, чтобы можно было передать слово, передать будущему поколению, передать поколению, которые пойдут после наших детей, до тысячного рода, Господи, мы просим, чтобы слово Божие укоренялось, чтобы дети сидели у потоков вод, чтобы приносили обилие плода в Царстве Твое. Мы благословляем их быть сочными, плодовитыми, мы благословляем их особенностью страстью по Богу, по Слову Живому, укореняться в Слове, молиться непрестанно, духом пламенеть и Господу служить. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Добрый день, дорогая церковь. Я вроде начинаю готовиться к слову о финансах, но о финансах там очень мало. Но начну я с того, что получил во время прославления, а потом продолжу, если время хватит, к тому, что я готовился. История израильского народа, когда они с Моисеем идут в пустыне, и однажды Моисей поднимается на гору, и Господь ему говорит. Ты, если хочешь, я могу свою дух отправить с народом, а сам с ними не пойду. На что Моисей отказался от этого предложения. И у меня к вам такой вопрос. Если бы вам поступило такое предложение, что вы получаете то, что вы хотите в своей жизни, но при этом с вами дальше не пойдет Господь. Согласились ли вы на такое предложение? Конечно, нет. Почему я это спрашиваю? Потому что, когда так звучит вопрос в лоб, мы легко на него ответим. Но когда вопрос задается как-то в нашей жизни вот так, нам почему-то хочется именно то, чего мы хотим. И в этой песне, которую здесь пели, про то, что «А мой Адунай со мной». И вот я эту фразу осознал или по-другому прочувствовал в тот момент, когда, может быть, месяц примерно назад, когда мы здесь тоже эту песню, и она для меня стала звучать по-новому о том, что фраза всем известна «Мой Господь со мной». Но я ее понял, что Он со мной. Вот прям понял настолько, что куда бы я ни шагал, Он со мной. И это стало для меня такой радостью, которую мне не передать здесь на сцене, когда я тут пел или танцевал. И вот эта ценность, что Господь с нами, она будет очень сильно влиять на наше решение, которое мы принимаем в своей жизни. Понимаем ли мы ценность Его присутствия? И наш царь нам говорит, кто хочет быть большим, да будет всем слугой. Такое предложение нам говорит наш царь, чтобы Его пути, они немножко отличаются от наших путей. Мы хотим сейчас получить все, что нам необходимо, все, что нам надо. А Господь говорит, подожди, я сейчас поработаю над твоим сердцем, я поработаю с тобою, побудь слугой для всех. Это служение может выглядеть по-разному. Это может быть служение здесь на сцене, которое все видят. А может быть служение такое, вот за этой дверкой, кто никто не видит. Когда люди встают рано, приезжают сюда, выставляют аппаратуру, они каждую неделю это делают, и этого никто не видит. Конечно, люди догадываются, что кто-то есть, это не муравьи делают. Но люди, которые там сидят, это те служители, которые также служат. Все мы знаем, что кто примет пророка во имя пророка, получит награду пророка. Вот мне нравится этот принцип у Господа, что нам не нужно быть всем пророком, чтобы получать награду пророка. Надо просто найти пророка и принять его как пророка. А что значит? Это значит начать к нему относиться, как к пророку. А дело в том, что вокруг нас с вами таких людей очень много. Сколько помазанников вокруг нас? Если вы об этом не задумывались, то, наверное, вы скажете, что парочку. Помазанный пастор один, помазанный пастор второй. Но на самом деле помазанников рядом с нами очень много. Просто помазаны на разные вещи. И если мы с вами осознаем, что рядом с нами живет человек, наш муж или жена, или наши дети, это те помазанные люди, к которым нам нужно относиться с уважением, то мы начнем по-другому на них смотреть. Мы по-другому начнем мыслить, как мы можем им послужить, чтобы они могли развиваться в своем помазании. Итак, был момент в жизни Давида, когда он мог отомстить Саулу. И таких ситуаций было несколько. В пещере разок, и когда Саул за ним гнался в пустыне и заснул, и Давид пришел к нему в станцию своим военачальником. Хочу провести параллель, что в Ветхом Завете смерть для нас сейчас не говорит о том, что я буду говорить о смерти. Я буду говорить о том, что иногда для нас появляется такая возможность, когда мы можем убить, в кавычках, человека, с которым мы воюем. Это может быть какой-то человек рядом с нами, наш друг, либо пастор, либо еще кто-то. Разные бывают ситуации в жизни. И вдруг нам предоставляется какая-то информация про этого человека. Либо мы знаем о том, что он попал в грех, либо у него вот такие мысли были, еще и так далее. Когда мы начинаем использовать эту информацию, это то же самое, как убить этого помазанника. Давид себя уберег от такого, потому что сказал, что не останется человек ненаказанным, кто поднял руку на помазанника. И если мы осознаем, что каждый человек вокруг нас — это помазанник, то мы перестанем использовать информацию про рядом стоящих нас людей для того, чтобы их как-либо опозорить, для того, чтобы себя поднять в любой ситуации. Я не говорю о том, что у вас тут много загоровов про кого-либо. Но если мы начинаем думать о том, что нам попадает какая-то информация о другом человеке, остановите ее. Не нужно ее слушать. Не нужно принимать информацию про другого человека, потому что она начнет в вас вариться. Она начнет в вас бродить, и в конечном итоге из вас что-то вылится. Давид, когда убегал от Саула, чем ему было заниматься? Вокруг него огромное количество воинов, которые с ним ходят. И они, можно так сказать, в кавычках «крышевали» тех пастухов, которые рядом находились. И однажды большие стада были у Навала, кто знает, и они помогали охранять пастухам их стадо. И в один из дней, когда началась, так сказать, стрижка этих овец, это значит момент, когда человек продает то, что он там вырастил. И Давид отправил несколько послов, чтобы Навал его отблагодарил за то, что Давид защищал. На что Навал отреагировал очень высокомерно и сказал, что много у нас тут бегающих от своих хозяев, поэтому я тебе ничего не должен, и вообще кто-то такой. После этого закатил хороший пир. Но тут жена Навала, Абигея, узнает о том, что Навал так отреагировал. Она быстро собирает много еды для того, чтобы отправить Давиду, его, так сказать, отблагодарить за то, что он сделал. Давид на эмоциях, он-то сеял, он благословлял и так защищал Навала. Он ожидал, что именно Навал его отблагодарит. Мы с вами поступаем точно так же. Мы сеем и мы ждем, что этот человек нам отблагодарит. Мы хотим, чтобы те люди, которые рядом с нами, если мы им что-то сделали, то мы ждем, что они нам ответят тем же. Давид этого не получил в обратную сторону и решил его отомстить. Но как отомстить? Сразу 400 воинов с мечами и вперед. А воины у него такие были, что один мог убить 800, поэтому его можно было и десятерых взять. Но он взял 400 и пошел. А Вигея бежит ему навстречу, падает на колени, просит прощения. Он прощает, благодарит ее за то, что она его отвернула от этих эмоциональных действий, отомстить Навалу. Какая для меня здесь, кажется, параллель важная? Давид сел, но ожидания у него были на том, кому он сел. Что в нашей жизни очень важно надеяться на Господа, что как нам это вернется, мы не знаем, но продолжать сеять. А Вигея, увидев эту ситуацию, пришла потом к Навалу после пира и сказала, что Давид хотел к тебе прийти, убить тебя, после чего сердце остановилось у Навала, и через неделю он умер. Отмщение в жизни Навала пришло через Господа, не через Давида. И Давид не испачкал свои руки дополнительной кровью. Опять же, это может быть все про образы, да? То есть мы можем, у нас может быть какая-то информация про человека, который рядом с нами, который нас обидел. И можем сейчас всем рассказать о том, какой он. Мы можем сейчас ему отомстить, задавить его, рассказать об этом, как он согрешил или как он поступил со мной. Но насколько важно эту информацию не эмоционально выплескивать, а отдать Господу. Начать сеять, как говорит Господь, собирать угли на головах своих врагов. Продолжать благословлять их, когда они на нас что-то имеют. Последний пункт, который я хочу сказать, это расширять наше сердце с вами и отдавать. Раз я же говорю про финансы, то у нас с вами есть внутренний предел. Мы хотим расширяться. И те, кто хочет расширяться, сеять в церковь — это прекрасно. Сеять в Слово Божие, сеять в развитие того, что здесь происходит, — это великолепно. Но я хочу вас вызвать к тому, чтобы вы спрашивали у Господа, кого благословить рядом с вами. Наш взор смотрит внешне. Мы видим у человека нужда, Господь надо благословить. Ну, конечно, надо, он же с нуждой и даю. Но дело в том, что часто люди, которые в нужде, — это не та почва, которая примет это семя. Как бы это ни странно звучало, я хочу, чтобы каждый из вас спрашивал у Господа, в какую почву сеять, потому что от почвы очень многое зависит. Ваше семя, взойдет он или не взойдет, будет зависеть от той почвы, которую вы посеете. Если вы сеете в ту почву, которую вам сказал Господь, то не переживайте, ваше к вам вернется. 30, 60, 100 крат. Господь верный, Он это не забывает. Но не надейтесь на свои посевы, надейтесь на того, кто дает вам в ответ. Поэтому на данный момент, когда мы сеем в церковь, мы ожидаем, что эта церковь будет нам отдавать в ответ. Это правда, но ожидайте от Господа. Потому что Господь знает, кого к вам послать, Он знает, каких людей вам послать, какие возможности, и от каких вещей вас угородить. Потому что мы часто думаем, что то, что мы в жизни имеем, мы просто не видим тех вещей, которые Господь нас спас. Поэтому за них и не благодарим. Я так много говорю, но я думаю, что вы смысл поняли. Расширять наше сердце, спрашивать у Господа, кого благословить, кто правильная почва, независимо от того, как он выглядит. С нуждой или без нужды. Тут важно наше с вами послушание. Не надеяться на свои посевы, надеяться на Господа. И не пытаться мстить своими путями, отдавать это Господу, чтобы Он мог совершить правосудие, как мы считаем, и отдавать это в Его руки. Поэтому давайте сейчас встанем. Благословим наши посевы, наши сердца, чтобы они попали в правильную почву, и чтобы мы могли видеть ту почву, в которую нужно сеять. Дорогой Отец, я благодарен Тебе за Твою любовь. Я благодарен Тебе за то семя, которое Ты вкладываешь в нас через Слово Божие, которое прорастает в нас, которое дает свои плоды. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что вокруг нас так много пророков, так много помазанников, с которыми мы, Господь, живем, но этого не видим. Я прошу прощения, Господь, за то, что мы не раскрываем эти таланты, что мы ставим себе какие-то пределы в голове. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что сейчас мы можем обновиться, мы можем посмотреть по-другому на тех людей, которые вокруг нас. И мы получим эту награду пророку просто потому, что будем принимать пророков во имя пророка. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что мы можем видеть в тех людях, которые рядом с нами, в нашем супруге, в нашем ребенке, в нашем брате, сестре, тех помазанных людей, которые, может быть, иногда делают нам больно. Но мы будем смотреть сквозь их поступки на то, что Ты в них вложил. И мы благодарны Тебе, Господь, за ту любовь, за то благословение и благоволение, которое Ты к нам являешь. Мы благодарны Тебе, Господь, за возможности, которые сыпятся к нам в руки. Мы благодарны, Господь, за мудрость, которую Ты даешь, чтобы понимать, что выбрать из этих возможностей. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты даешь нам власть над финансами, а не наоборот. Я благодарен Тебе, Господь, потому что Ты даешь нам власть над нашим временем, над нашим здоровьем, и мы распределяем правильно все, что у нас есть. Я благодарен Тебе, Господь. Обнимаю Тебя. Аминь. Аминь. В единстве, в Духе одном. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, Тебе, Господь. Слава, Аллилуйя, Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь. Во своем единстве, в Духе одном. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, Тебе, Господь. Слава, Аллилуйя, Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. и а и 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 Это Он мой Спаситель, мой Целитель, Испавитель мой. Это Он, это Он. Вся хвала тебе, Господь, Воспоем единстве в духе одном. Вся хвала, вся хвала тебе, Господь. Аллилуйя тебе, Господь, Слава, аллилуйя тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь, Воспоем в единстве, в духе одном. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя Тебе, Господь, Слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Мой Спаситель, мой Целитель, Испавитель мой, это Он, это Он. Мой Спаситель, мой Целитель, Испавитель мой, это Он, это Он. Вся хвала Тебе, Господь, Воспоем в единстве, в духе одном. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Господь, Слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь. Воспоем в единстве, в духе одном. Вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Господь. Слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала. Вся хвала, вся хвала. Вся хвала, вся хвала. Вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала. Вся хвала, вся хвала. Вся хвала, вся хвала. Вся хвала Тебе, Господь. Да, Господь, мы Тебе возносим хвалу. Мы Тебе ее отдаем из нашего сердца. Из нашей жизни. Хвала Тебе, Отец. Хвала Тебе, что мы собраны, как птица, которая собирает под крылья свои. И Ты собрал нас, чтобы нам сейчас быть взятыми Тобой в удел. Чтобы нам стать местом вместилища Твоих откровений. Стать в Твоей обойме теми инструментами, которыми Ты легко сражаешь врага. Я благодарю Тебя, Господь, потому что Ты хранил нас в колчане, как стрелы, заостренные для этого времени, для этого сезона. И поэтому благослови каждого из нас не испугаться выстрела, который Ты выпускаешь стрелу. Боже, я благодарю Тебя, что лук Твой натянут. Я благодарю Тебя, что те, которые согласились, они уже эту тетиву ощущают. И поэтому благослови нас, Боже, не отвернуться назад, не испугаться, а сказать доверши начатое до конца. И дай нам быть свидетелями той победы, которая нам принадлежит в Тебе. стопроцентной победы во всех сферах нашей жизни. И я благодарю Тебя, что мы можем каждый посев нашего времени, финансов, талантов, даров положить к Твоим ногам и сказать, Господи, вырасти это сам. Преврати из этого посева результат в огромный урожай, чтобы плод наш пребывал, а Твое имя через это прославилось, чтобы наш дух был открыт для большего, чтобы канал внутри нас всегда был рабочим. Никакая закупорка да не будет нас удерживать от большего. И я благодарю Тебя, Небесный Отец, что сейчас подчиняю послушанию Христу каждую мысль каждого присутствующего здесь и тех, кто с нами на связи. Я благодарю Тебя, что наши мысли, они прямо сейчас формируются небом. Поэтому мы отказываемся от иных источников. Но Твой источник мысли и откровений мы принимаем сейчас в доступе. И говорим, наши мысли подчиняются Тебе. Наши чувства, они взяты Тобой в удел. И я благодарю Тебя. То, что является тайной веков, для нас она открывается, как Твой подарок. И потому мы говорим, это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю, мое сознание готово, мое сердце открыто принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда во имя Иисуса Христа. Аминь. Садимся, друзья, и знаем, что это мою жизнь меняет, не соседа, не того, кто остался дома. Пусть и там она изменяется, но через то, что меняется наша жизнь, меняется наша судьба, меняется наше отношение к делу, меняется отношение к окружающим, меняется отношение к Божьему Слову. Вот через это происходит изменение отношения и окружающих людей к Божьему Слову, к нам, к обстоятельствам. И когда мы хотим изменить весь мир, а ведь так иногда это хочется, то Господь говорит, начни с себя, и все изменится. И потому тогда, когда мы с вами начинаем прикасаться к Божьему Слову, у Него такой огромнейший потенциал, в этом Слове сокрыта не только суть послания, а сокрыта сила Божьей власти и Его могущества. И так как сейчас сезон, когда многие во многих церквях говорят, что Христос воскрес, а мы сегодня с вами попадаем в сезон еврейской Пасхи. Потому что та Пасха, которую мы празднуем как христиане, она имеет один корень, но она имеет уже прогрессию в этом корне. А значит, то, что мы празднуем как воскресение Христа, это не то, что празднуют евреи. И поэтому сегодня мы поговорим об этом старте, не потому что он вам неизвестен, а потому что я хочу вместе с вами вскрыть какие-то новые вещи и увидеть, как Бог шаг за шагом ведет нас к прославленной невесте, как церкви, которая одевается в одежды торжественной и ждет своего жениха. Сейчас я в молитве произносила некоторые образы, чтобы из орла, стремящегося, горящего в огне, сияющего, славного, нам стать голубицей ожидающей. Это разные состояния сердца и души. И важен и тот, и другой образ. И чтобы попасть в голубицу, мы не можем пройти орла, потому что орел – это тот, который расчищает дорогу, это тот, который проявляет господство и власть в воздухе и является царем птиц, как и лев, царь зверей на земле. Поэтому проявить царственность Божью нам очень важно, чтобы потом войти и стать как голубица, у которой крылья покрыты золотом и серебром, чтобы нам вот в таком уже одеянии встречать царя. И поэтому мы с вами и проходили этапы, говоря о Вавилоне, говоря о Изавеле, как природа церкви, как образ женщины последнего времени приходит в полноту готовности встречи со Христом. А сегодня я хочу с вами поговорить об укращении крокодила. «Кто такой крокодил и как его укротить?» Прочту несколько мест, вы поймете, о чем речь, и можно задать себе вопрос, а есть ли в моей жизни крокодила? А есть ли во мне крокодил? И разберемся с этим, потому что мы с вами получаем от Бога инструктаж для действия. Мы не просто проникаем в какую-то тему, а Он оснащает нас. Оснащает тем, что позволяет нам преображаться и другим помогать. Поэтому слово, которое я прочту сначала из Псалма 67-го. Вообще этот Псалом, он удивительный. Начинается с того «Восстань, Господи, и расточатся враги Твои». И коль мы находимся в этом сезоне, когда с врагами разбирается Господь шаг за шагом, и мы Его армия, мы Его продолжение, мы Его часть на земле, и поэтому Он это делает не без нас. То, что Он мог сделать без нас, Он это сделал на Голгофе. И мы знаем, что никого помогающим Ему не было. Вот там Он сделал это один. А теперь Он предлагает нам пройти дорогу вместе с Ним, потому что Он уже победил, и Он вернулся к нам, Духом Святым придя, вернулся своей воскрешающейся природой и силой, чтобы теперь с нами пройти эту дорогу, и чтобы нам не испугаться никакого испытания, либо противостояния, которые мы с вами можем переживать. Итак, вот тот, который восстает, и расточаются враги, в этом же псалме, только ниже 31 стих, «Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра, рассыпь народы желающей браний». Как вы думаете, сегодня это в обществе видно? Люди, которые могут похваляться слитками серебра, то, что достигли на счетах своих, то, что достигли в каких-то, может быть, корпорациях, в каких-то подписях, которые могли сделать в сделках. То есть люди могут похваляться, как было тогда, ничего не изменилось. С слитками серебра, какими-то достижениями в этом мире похваляются. Но еще есть категория желающей брани. Разве люди, которые приобретают что-то большее в этом мире, не хотят еще больше? Как вы думаете, как много надо на одну жизнь человека, чтобы он выжил, прожил и был счастлив? То есть у людей гораздо бывает больше, чем им надо, но и все равно мало, потому что счастье не в этом. И, соответственно, те, которые думают, что счастье в этом, поэтому пытаются еще расшириться, а значит, желают брани, желают еще больше доказать кому-то и самим себе, подогревая гордость, подогревая самодостаточность какую-то, доказывая другим. Таким был фараон в Египте. И поэтому сегодня эта природа похожая. Придут вельможи из Египта. Вы знаете, на самом деле, когда мы знаем расстояние, которое нам приходится перекрывать голосом, то это микрофон, который помогает мне сейчас достичь последнего ряда без напряжения. Но этот же микрофон, усиленный волнами эфира, позволяет достичь любой точки земли сейчас. Это чудо Божье. Он глазу своему дает, глаз силы. Но это немножко о другом, да? Это технические средства. А как происходит помазание голоса, который точно так же работает? Вот у нас на этой неделе, целую неделю, был энкаунтер по зуму. И молитвы, которые мы творим обычно один на один, глядя в лицо человеку, прикасаясь к нему, мы творили через океаны, через расстояние. Дальний Восток, Новая Зеландия, Германия, Украина, Казахстан, Киргизия. Как можно достичь вот туда результативной молитвы? Потому что это не наш голос, а его. Он помазан его силой. И расстояния тут ни при чем. Они перекрываются. И Бог так же работает. Он освобождает, Он преображает. Он дает людям почувствовать силу Божьего голоса, когда демоническая природа в страхе убегает. Мы, может быть, никогда не будем там, на Дальнем Востоке. Может быть, никогда не окажемся в Новой Зеландии. Может, даст Бог и окажемся. Но я сейчас говорю о том, что уже Дух Божий на помазание голоса дает этот результат. И люди могли свидетельствовать об этом. Я хочу сказать, друзья, твой голос, он не хуже того, чей сейчас слышен в эфире. Потому что Господь дает помазание на голос. У Него власть укращать зверя в тростнике. Как бы ни спрятался враг, когда ты начинаешь говорить, выходит огонь. А выходит огонь, и зверь, который прятался, вынужден проявиться. Потому что огонь выжигает тростник, а потом его. Соответственно, я желаю, чтобы мы понимали, что мы сегодня те люди, о которых написано, и мы сейчас это делали, но не все это понимают. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах, небес от века. Потому что мы сегодня прославляем Бога, такого, которого знаем. Который достоин принять всю славу и всю честь. Ну вот еще одно место. Теперь уже про крокодила. Иезекииль, 29 глава. Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и из реки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя фараон, царь египетский, большой крокодил, который лежал среди рек своих. Говоришь, моя река, и я создал ее для себя. Посмотрите, как думают крокодила. Все, что я имею, это мое. Я создал это для себя. Я приобрел это для себя. Какое имеет право кто-то претендовать на то, что у меня есть мое? Это мысль крокодила. Если ты в своей жизни такие мысли имел, откажись от них. Потому что мы не свои. Мы себе уже не принадлежим. Мы принадлежим Господу. Мы выбрали Господина, это выбор был за нами. И те люди, которые не выбирали, как им кажется, Господина, Господин их выбрал тогда. Только фараон, крокодил. Как много сегодня мыслей подобных у людей в обществе. Все, что я приобрел, мое. Влияние крокодила на лицо. Влияние духа этого крокодила на сознание людей, которое пытается удерживать людей в эгоизме, удерживать людей в каких-то состояниях ментальности очень ограниченной. Но Господь говорит, если ты ко мне пришел, то все твое, мое. Но есть хорошее продолжение. Мое твое. Крокодил так никогда не скажет. Он даст почувствовать человеку, что все, что ты имеешь, вроде как твое. Но если мне надо, я заберу и даже спрашивать не буду. Так действует крокодил. Но когда Господь говорит, если ты мне что-то даешь, то все мое твое. Ты не можешь обогатить меня, потому что все поля мои, весь скот на горах мой, все золото и в земле, и то, которое уже достали, оно мое. Ты не можешь меня обогатить. Но ты можешь обогатиться, приходя ко мне, сначала мной. Потому что я не дам на природу крокодила свою природу. Я хочу тебя сначала освободить от нее. Я хочу дать тебе победить эту природу, чтобы потом допустить тебя до своего наследства и позволить тебе этим потом распоряжаться в интересах царства. И ты часть царства, и поэтому ты так же будешь благословен. Но сначала дай мне сделать тебя проточным, чтобы вот то, что была моя река и все, что я имею, мое, чтобы это мышление изменилось. Господь, твоя река. И ты дал мне войти в нее. Твоя река, и потому я хочу плыть в ней. Твоя река, и я хочу сюда пригласить множество людей, чтобы многие люди пили от этого источника. И потому Господь говорит, дай мне разобраться с крокодилом внутри тебя. С крокодилом, который имеет особенность в том, что его сила даже не в зубах, а в пасте, которая захватывает и не отпускает добычу. Потом и зубы понадобятся, но сначала это как замок, который захватывает людей. Посмотрите, как это природа жадности, как это природа алчности, как это природа себелюбия. Она захватывает и удерживает человека в этих челюстях. Но я вложу крюк в челюсти твои и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих и вытащу тебя из рек твоих со всей рыбою рек твоих, прилипшую к чешуе твоей и брошу тебя в пустыню. Раз твоя река, то пусть она произойдет от тебя в пустыне. Возможно это? Не получится. Брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле. Не уберут и не подберут тебя. Отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным. И узнают все обитатели Египта, что я Господь. Потому что они Дому Израилеву были подпорой тростниковой. И вот здесь я хочу с вами побольше раскрывать уже эту тему. Коль крокодилы есть и сегодня и даже может быть в некоторых еще крокодильчики живут, то лучше их обнаружить и с ними разобраться. Но Египет, о котором пойдет сейчас речь, для нас это очень яркий пример, иллюстрация. Вообще вы знаете, Бог все рисует с картинками. У него не просто Библия, она в картинках. И вот эти образы, которые он нам оставляет, это как пример. Потому что сейчас рассматривая то, что было с Египтом тогда во дни Иосифа, надо увидеть, что было благословением для Египта и кто. И что стало проклятием для Египта так, что вот такие слова прозвучали. Потому что ты стал тростниковой опорой для моего народа. И поэтому мы сегодня слышали, что если во имя пророка напоил, то и получаешь награду. А если пророка изгнал, то ты себе что-то другое посеял. Итак, друзья, знал ли фараон, что Бог благословил его ради Иосифа? Как вы думаете? Наверное, тот, при котором Иосиф поднялся, тот что-то еще соображал в этом направлении. Потому как он дал успех Иосифу, дав ему очень важные и сильные полномочия. Привел еще народ туда и сказал, пусть твои родственники тут ни в чем не нуждаются. Это увидел фараон особое помазание на Иосифе и сказал, хорошо, будь благословением для Египта. Это редкость, но это произошло. Но когда закончился вот этот путь человека и уже другие фараоны вставали и они не знали Иосифа, то они решили, что благословение можно взять в рабство. Посмотрите, какая ошибка. Гордость приводит к ожесточению. Начало падения, это уже гордость, гордость, оно предшествует падению. И соответственно, когда человек начинает думать, вот те, которые мне были благословением, я их легко могу сейчас взять под контроль, заставить делать то, что я считаю нужным, то есть в рабство, то по сути мы получаем результат вот этого слова. Бытие, 12 глава. Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ. Благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Вот для чего Бог позволил родиться Аврааму и теперь стать отцом всех верующих, чтобы мы с вами были для всех в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну и благословятся тебе, в тебе все племена земные. Вот две чаши весов. Либо стать благословением и люди, которые начинают видеть, ты для них благословение, они благодарят Бога за тебя, они благодарят Бога за Бога, который в тебе проявляется. То есть люди начинают видеть картину верно. А кто-то говорит, какой удобный человек, я его сейчас прикарманию, он будет при мне, как золотая рыбка на побегушках. Я сделаю его рабом для себя, для своих интересов, потому что ради этого человека придут многие, ради этого дара придут еще и вот такие, они мне будут нужны. Как только человек пошел вот в эту сторону, то он пытается взять в рабство благословение, а сам через это попадает в проклятие. Что произошло, когда Бог через века начинает исполнять свое слово? Тогда, когда жил Иосиф и еще работало благословение предыдущего фараона, который признавал и почитал этого человека, но теперь целая государственная система начинает рушиться только от того, что стали видеть Израиль рабами в своем государстве и соответственно относиться. И тогда пришел Бог и говорит, а вот теперь я наведу свой порядок. Потому как, если ты не хочешь отпустить благословение по-хорошему, то придется тебе заплатить цену за это. И я докажу, кто Господь. Вот это Пасха, Пасха, которую празднуют евреи сегодня. Это выход их из Египта, когда Бог сказал, выйди, народ мой, и дал Моисея, который мог это сделать. Соответственно, то, что мы с вами можем сейчас посмотреть, что очень дорого стоит невежество и очень дорого стоит незнание, кто для меня благословение. Поэтому задавайте эти вопросы. Кому я благословение, кто для меня благословение. Более того, провозглашайте, я благословение для всех, куда прихожу. И люди, к которым я прикасаюсь, они благословение для меня. Потому что мы можем прогнозировать нашу жизнь такими словами и таким упованием. Что касается алгоритма, по которому срабатывает вот эта схема. сначала гордость, которая приводит к ожесточению, ожесточение, которое потом в свою очередь к ненасытности и пропощению благословения, как я уже сказала, и в результате мы узнаем теперь почерк врага. Он пришел украсть, убить и погубить. Он не просто крадет мир, он не просто крадет смирение, а он насаждает то, что приводит к уничтожению твоей судьбы, если поверишь в эту ложь. Когда приходит время людям, носителям благословения идти дальше, не держись за них, держись за Бога. Вот это очень важный тезис, друзья. Потому что кого-то нам Бог дает на пути на разных этапах. И когда какой-то наставник, он получает сейчас новую программу идти дальше, ты говоришь, как я без тебя? Это уже неправильная постановка вопроса. Господь, который является твоим питающим источником, вот куда надо прилепиться за все годы служения Богу. И потому если кто-то предназначен идти дальше, помните, как Иисуса пытались удержать, он говорит, и другим городам благоветствовать я должен. Он не останавливался в одном месте, он шел дальше, и поэтому когда кто-то идет куда-то, если Бог посылает, благословляй его, благословляй, не удерживай, потому что ты не удержишь все равно благословение, ты просто превратишь это в проклятие. Зачем? Дай благословению течь, течь через тебя, и не удерживай его. Лучше отпустить то, что зовет Господь. Итак, друзья, важно понимать, как действует Бог, и Он действует с учетом того, что Он милостивый, что Он любит миловать, спасать и благоволение свое являть, но если милость в данном случае не приведет к правильному то суд его станет милостью. Услышьте это выражение тоже. Тогда Божий суд станет милостью. И сейчас мы посмотрим на примере фараона, как там Божий суд над фараоном стал милостью. Во-первых, тогда, когда Бог стал осуществлять все свои казни, что-то происходило с мышлением египтян. Фараон ожесточался, а люди наблюдали. Бог за Моисеем стоит. Бог стоит за этой армией людей, которые вроде бы рабы, но он заступается. И какой суд совершал Бог в глазах египтян? Суд над всеми их ложными богами. И в этом была милость Божья. Он открывал глаза египтянам на подлинную природу господина. Кто же Господь? Посмотрите, ваши боги все трещат по швам. И вот эта природа жабы, да, это один из богов. Почему крокодил ему всегда мало? Потому что жабы покрыли все и даже в квашне были. И в спальню фараона пришли. Это один из судов Божьих над богами фараона и над богами Египта. Поэтому когда Господь начинает свершать суды, то это милость Божья. Это не суд ради суда. А это милость для тех, кто милостью не воспользовался раньше. Поэтому пришла другая картина. Пришел другой этап работы. И сегодня в обществе что-то похожее происходит. Мы хотим, чтобы люди пришли к Богу побыстрее, по милости Божьей, чтобы они узнали Его благого. Но многие люди пока еще отворачиваются от Него и наступает момент, когда приходит суд на какие-то ситуации. И вот тут начинают понимать, оказывается, без Бога-то жить никак. Мне нужен живой Бог. Мне не нужны просто изображения Бога. Мне нужен Бог и живые отношения с Ним. Итак, когда Господь это делал, то вот посмотрите, сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать вас, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближнего своего выпросила вещей серебряных и вещей золотых. Посмотрите, что происходит. Во время суда народ Божий обогащается. Над судом, над крокодилом народ Божий обогатится. Поэтому когда Господь хочет судить Египет, пусть этот Египет будет от тебя подальше. Не живи с ним внутри себя, потому что ты тогда за это время примешь то, что собирали другие. Как Бог это сделает? Это не идет манипуляциях. Это не как цыгане. Пришли, закрыли глаза египтянам и забрали у них все. Нет, Бог дал расположение. Посмотрите, расположение, они это сами отдали. Дал Господь милость народу своему в глазах египтян. Да и Моисей был весьма велик в земле египетской. В глазах фараона и рабов фараоновых и в глазах народа. Вот что сделал Господь своими судами. Моисея возвысил, народ обогатил, людям открыл глаза на ложных богов. И это все Божий суд. И плюс к тому, он еще сделал их сильнее фараона, который казался непобедим. И Пасха это пройти мимо. Да, мы знаем, пройти мимо. То есть слово выражения пройти мимо ангела губителя, потому что и в этом надо было открывать глаза. И посмотрите, что Бог оставляет нам. Десятая глава исхода сначала. Чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь. Вот еще один плод от суда, чтобы мы могли своим детям и внукам рассказывать о Божьих чудесах и говорить, вот кто Господь. Вот это было в нашей жизни. Как один человек сказал, когда умирает кто-то уже в преклонных летах, то сгорает целая библиотека его свидетельств. Пусть так не будет в нашей жизни. Пусть все увидят, что Бог делал лично в твоей жизни. А особенно твои дети, особенно твои внуки, которые рядом. Не посчитай это маловажным. Да, ты знаешь, что Бог делал, но пусть это знают я пройду мимо когда пойдет губитель, чтобы не поразить тебя и детей твоих. И он говорит о Пасхе. Я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь и увижу кровь и пройду мимо вас и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да, будет вам день сей памятен, празднуйте воный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Итак, друзья, мы празднуем сегодня выход из Египта, но я хочу сказать, почему все, кто вышел из Египта, кроме двух человек, остались в пустыне. Кто из вас знает этот вывод? Почему те, кто вышел из Египта, остались в пустыне, не пришли в землю обетования? Потому что они Египет прихватили с собой. Вот в чем проблема. Египет прихватили с собой и думали, что не видно ничего. Помните эту одежду Ахана, потом пострадали все. Плюс к тому, какие проявления Египта были у этих людей. Как это выражалось? Конечно, ропот и недовольство. Я не думаю, что сегодня мы все свободны от этого. Может быть, до какой-то степени, но когда только начинают сжиматься обстоятельства, и вопросы как-то меняются. Господь, а ты где? А кто меня сюда привел? А почему я здесь оказался? Кому я поверил, что я здесь оказался? И так далее. То есть люди начинают, попадая в трудные обстоятельства, думать, что что-то сделали не так. А на самом деле, Господь еще и еще хочет нас, испытывая, переводить на новые уровни отношений. Потому что то, о чем Он пообещал, это требует состояния преображенного и расширенного сердца. Но преображение сердца и расширение не происходит в комфортных условиях. И поэтому мы оказываемся в каких-то тесных обстоятельствах, когда я начинаю сто процентов доверять Богу. И поэтому любая заноза вылезет. Любое недовольство проявится. Только что ты с этим будешь делать. Соответственно, ропот и недовольство это результат влияния Египта. И Господь говорит, это тоже природа крокодила, и с ней надо разбираться. Потому что она поглотила каждого, кто ее имел, и они не вошли в землю обетования. Остались в пустыне. Вот эти челюсти до такой степени сжали внутренность этих людей, что пройдя через море, они все-таки оказались с Египтом внутри. Еще один важный момент Египта. Они всегда говорили и вспоминали, какой там был чеснок и какой там был лук. То есть оборачивались назад. И поэтому, друзья, я хочу сейчас сразу уже два сделать таких тезиса важных. Для того, чтобы нами не обладал Египет, первое, надо искать Царство Божье всем своим сердцем. Потому что они стремились к городу, где художник и строитель Бог. Они стремились. Это говорилось о тех людях, которые достигли в глазах Божьих высоких позиций. И потому говорит, вот чего тебе надо искать, Царство Божье, которое же здесь на земле проявляется внутри твоего сердца. Ценишь ли ты мир дороже, чем доказать, что ты прав кому-то? Ценишь ли ты мир дороже, чем показать другому, что ты уязвим его поведением? Вот это говорит о Царстве. Я ищу Царство Божье. Мне оно дороже. И это параметры его. Праведность, мир и радость. Я хочу, чтобы не я правоту свою доказывал, а Бог проявил защиту своего вовремя. И когда мы начинаем в эти состояния своей души входить и проверять. я сейчас был обижен и я теперь всем покажу, что я обижен и все это увидят. Я слова не скажу, но все увидят. Вот, друзья, Египет как вылезает. Ни довольство, ни в слове, так в поведении. В огорчении, которое выскакивает из уст, из всех тезисов, которые приходят. А на самом деле, когда я ценю мир, я ищу Царство Божьего. И вот то, что я ищу его Царство и его правды, то остальное все прикладывается. Господь говорит, остальное это моя часть. Я верный в завете. И второй тезис в этом же перечне. Не оборачивайся назад. Из того, откуда ты вышел. Не оборачивайся назад. Не становись соляным столбом. И это, друзья, те важные вещи, которые надо для себя сейчас учитывать. Даже если там было что-то хорошее. Почему не оборачивайся назад? Потому что задним ходом в будущее не въезжают. Нам надо смотреть вперед, куда мы идем. Нам надо видеть цель, куда мы идем. И поэтому, когда мы отворачиваемся от цели и смотрим, как там было хорошо, то мы только назад и продвинемся. Даже хорошее. Потому что если у нас какие-то подвиги, какие-то результаты, и когда-то я задавала Богу вопросы, говорю, Господи, ну покажи, что мы с тобой уже сделали. Он говорит, я тебе это покажу, но попозже, когда ты ко мне придешь. А сейчас тебя это отвлечет от цели. И вы знаете, это на самом деле так. Ты начинаешь что-то там анализировать и смотреть, что было хорошо, а что может не очень, и ты теряешь время, которое дано для того, чтобы действовать дальше. И поэтому не оборачивайся назад. Не оборачивайся назад. И как сказал апостол Павел, стремлюсь к почести, к вышнего звания во Христе Иисусе. И забывая заднее, простираюсь вперед. Я желаю, чтобы мы были с вами в этом числе. И третий момент, который является Египтом внутри, если первое это недовольство, второе это оборачиваться назад, а третий это страх перед великанами. Страх перед теми, которые занимают сейчас территорию, которая тебе уже по обетованию принадлежит. И вот этот страх, он удерживал людей, когда они говорили, там такие великаны, там такие сыны Енаковы, они так расписывали врага, они так упивались в этой росписи, что говорили, что они поглощают живых. Иисус Навин и Халев говорит, нет, такая большая мишень, нельзя промазать. Столько мяса, они нам на съедение дадутся. Вы что? Какой разный взгляд. Если внутри Египет, он тут же искажает и страх начинает рисовать картины. Но если внутри царства, оно говорит, и это земля Господня, я возьму ее. И город Господень, и территория, которую Бог мне предназначил, я их все забираю, потому что Господь царствует и Он поделился со мной своим царством. Итак, друзья, когда мы начинаем понимать, кто ведет нас на эти высоты Божьи, Дух Илии, который был на Илии и был на Иоанне. И мы знаем, как они действовали. Они жили сами бескомпромиссно. И они предлагали обществу это же самое бескомпромиссное служение Богу. Когда приходили просто сделать какое-то крещение, сделать, потому что все идут, Иоанн смотрел на них и говорит, нет, сотворите достойный плод покаяния. То есть идет речь о том, что мы с вами, продвигаясь вперед, освобождаемся от Египта, когда мы его увидели и от него отказались покаянием. И поэтому я желаю, чтобы мы не рисовали себе хорошую, правильную картину, а заглянули внутрь и посмотрели, сколько там жаб, сколько крокодильчиков, сколько еще какой-то природы. И сказать, Господи, крюк у тебя тоже есть и для этих, хоть маленьких, но ты вытащишь. А если уж большой вырос, ты вытащи так, чтобы еще и добычу у него забрать, чтобы он эти челюсти отцепил, чтобы я душу свою получил целостной и неповрежденной от любых наносных состояний мыслей в этом обществе. И что, друзья, для меня видится очень также в важном. Песнь Моисея и Агнца, которую мы читаем в книге Откровения. 15 глава. И я хочу с вами сегодня сделать некоторый пророческий акт. Скорее не акт, а провозглашение. С учетом пророческого послания. Сейчас мы прочитаем эту главу, и я поясню, что я имею в виду. Потому что песнь это то, что является нашей жизнью. У каждого жизни это надо пропеть песнь. И если мы посмотрим на Авеля, которого убил Каин, то Бог тогда сказал, мы читаем у себя кровь брата твоего выпьет от земли, но в подлиннике звучит недопетая песнь твоего брата выпьет от земли. Поэтому Моисей пропел свою песнь и Агнец пропел свою песнь. И нам надо сейчас соединить вот эти две Пасхи и Пасха Христа, о которой мы будем говорить уже через месяц, то здесь мы соединим вот эту письмо Исея с Агнецем в этом тексте Писания 15 главы книги Откровения. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. То есть печати и трубы прошли, здесь мы имеем уже чаши. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертания его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи. И поют письмо Исея, раба Божьего, и письм Агнца, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». И после сего я взглянул, и вот отверзся храм Скинии «Свидетельство на небе». И вы знаете, интересное слово, меня вчера зацепило это слово, «Храм Скинии Свидетельства» открылся от песни. Мы сегодня с вами споем эту песню, чтобы открыть храм Скинии Свидетельства на небесах. Но что это такое, нам надо понять. Интересно, друзья, что Скиния это не храм, а храм это не Скиния. А здесь соединяется храм Скинии. Это какое-то странное сочетание. Потому что храм в данном случае это что-то стационарное, а Скиния и храм Скинии это то, что двигается. Потому что если мы посмотрим в словаре, что такое шатер свидетельства или храм Скинии, в основном это употребляется в значении походного храма евреев, Скинии собрания, использовавшегося согласно Библии как место принесения жертвоприношений и хранения Ковчега Завета до постройки Иерусалимского храма, созданного строго по образцу Скинии. Так вот, мы с вами храм, живущего в нас Святого Духа. Но мы не прилеплены к одному месту, не сидим дома. Мы ходим. Поэтому мы с вами живая Скиния храма. Но внутри нас есть свидетельства, которые надо высвободить. И вы знаете, что верными свидетелями раньше называли тех, кто умирал за Христа. И сегодня мы можем прочитать из 6 главы Откровения как раз об этих свидетелях. Посмотрите. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, да коли владыка святой и истинный не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. То есть идет речь, что сегодня мы с вами живем в благоприятное время, у нас за Христа не убивают. Но как много сегодня умирают людей за Христа в других странах. И они сегодня дополняют число вот этих свидетелей. И мы с вами имеем многие свидетельства в своей жизни. И когда мы знаем, что наши праотцы, например, да, я про себя могу сказать, они за Христа отдали, отдавали жизнь. 17 лет просидел прадед в тюрьме за Христа. Только за то, что он крестил людей зимой в одной деревне, ему дали 10 лет тюрьмы. Уже после того, как он отсидел уже 10 лет. Вот почему такое происходило? Потому что это те свидетели. И надо сейчас распечатать храм скини свидетельств нашей песни, которую мы сегодня с вами споем. И это можно сделать, чтобы запустить новый механизм. Потому что не без нас Бог это делает, а через нас сегодня. Продолжение этой песни уже из 15 главы. И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по перстям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Посмотрите, как интересно, то, что называется гневом, то, что называется какими-то потрясениями на земле, а на небесах это так торжественно. В одеждах с золотыми поясами, золотые чаши вышли из храма свидетельств, потому что вот в этих чашах что-то собрано. Собраны наши ожидания, друзья, доколе, Господи, не мстишь за кровь святых Твоих. Я желаю, чтобы сегодня после этого служения укращение крокодила произошло, чтобы Египет был полностью поражен внутри церкви, чтобы мы с вами могли воспеть эту песнь Моисея и Агнца. Да, пока еще на земле, но та песня, которая будет звучать там на стеклянном огненном море. И эта песня распечатает что-то в духовном мире, потому что мы с вами пока еще в шестой главе Откровения, то, что прочитала там, шестая труба, которая сейчас начинает исполняться. Но мы прочитали и то, что будет уже стартом после седьмой трубы. Я желаю, друзья, чтобы мы реально понимали, мы живем в процессе апокалипсиса. Мы живем в сезоне, когда Божье обещание, когда Божья воля становится для нас практически раскрытой. И поэтому я желаю, чтобы мы не думали, что я кто-то, когда-то живущий в последнее время. Я сегодня голос, которому дает он глаз силы, чтобы укоротить зверя в тростнике. Я сегодня голос, который слышен до края земли, потому что на нем печать Божьей власти. Я сегодня голос, который слышу и потому возвещаю, слышу и потому говорю. Я желаю, чтобы мы сейчас с вами могли подняться. Дать право Богу осуществить в нас и через нас запуск нового механизма. В духовном мире запустить то, что невозможно сделать без него. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что на нас печать Твоя, печать власти, печать силы. И песнь Моисея и Агнца это то, что Ты соединил в откровении. Потому что тот народ, который сегодня празднует Пасху в Израиле, они празднуют выход из Египта. А мы хотим праздновать выход Египта из нас. Нам важно, чтобы Египет в нас не имел части. Нам важно, чтобы этот образ крокодила никогда не захлопнул пасть над нами или нашими детьми. Поэтому, Господь, я благодарю Тебя, что Ты снабжаешь нас Своим точным оружием, чтобы поражать зверя в тростнике, укращать его природу. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что на нас печать Божьей власти. И голос наш, он слышен как на высоте небес, так и до края земли. И я благодарю Тебя, что Ты глазу Твоему даешь глаз силы. И потому мы сейчас простираем этот голос через века. Мы простираем этот голос через расстояние. Мы простираем этот голос в будущность. Я благодарю Тебя, Боже, что мы можем сейчас сказать освободи нас из Египта внутри. Мы не хотим быть недовольными работниками. Мы не хотим быть людьми, которые перекладывают ответственность на других. Мы не хотим жить и оборачиваться назад, будто лучшее в прошлом. Но дай нам видеть в будущем сияние Твое, славу Твою, которую Ты определил через церковь явиться на земле. И благослови нас, забывая заднее простираться вперед, а также отказаться от всех страхов. Перед любыми сынами и инаковыми, перед любыми предложениями этого мира нам отказаться сильными и отказаться от них и влияния не принять на себя. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что сегодня Ты приходишь как садовник с ножницами, чтобы обрезать чужую ветку, обрезать любые наросты, убрать любые капканы с дороги Твоих ветвей. Господь, я благодарю Тебя, что Ты, как садовник, это делаешь с чуткостью и вниманием, обрезая наши сердца и уши для слышания Твоего голоса. И я благодарю Тебя, что когда мы выходим из Твоего присутствия, то мы творим Твою волю на земле. Когда мы слышим Тебя о говорящем и видим творящими Твои руки и Твое сердце, тогда и мы это можем делать. И я благодарю Тебя, что мы сейчас нейтрализуем любой план врага в наших судьбах и в наших жизнях. Я благодарю Тебя за познание Твоей воли, которая для нас становится главенствующей. Мы приглашаем Тебя на территорию нашей жизни для укращения любого зверя, чтобы потом и мы могли укращать зверя в тростнике, чтобы и там повелевать этой природе крокодила быть вытащенной Твоим крюком и воду освободить от его влияния. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты знаешь, как Ты это делаешь. Поэтому во имя Иисуса Христа мы сейчас, стоя перед Тобой, благословляем друг друга. А Ты дай, Господь, печать Твоей, печать Твоей лечь на эти слова. Я благословляю каждого человека, кому еще надлежит принять спасение и выйти из Египта, чтобы потом дать Египту оставить сердце человеческое. Потому что невозможно, находясь в Египте, освободиться от него. Но возможно, выйдя из Египта, освободиться от Египта внутри. Поэтому доверши начатое до конца с каждым из нас и благослови нас этой внутренней преображающей работой Святого Духа. Слава Тебе, Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я предлагаю сейчас людям, кому надо выйти из Египта, сделать этот шаг. Выйти вперед, чтобы мы могли помолиться за Вас. Потому что невозможно это сделать в теории. Просто я когда-то окажусь в числе спасенных. Нет. Сейчас время благоприятное. Ныне день спасения. И потому сказал Господь тогда израильскому народу с поспешностью ешьте Пасху. С поспешностью. Потому что вам надо выйти, чтобы я прошел мимо, как губительная природа. Поэтому, друзья, кому надо выйти из Египта, приходите сюда. Мы будем молиться за вас. Мы будем благословлять ваш выход. потому что это возможность Богу проявить в вас свою природу. Природу свободы. Не сомневайся, если ты еще не заключал с Богом этот диалог и не произносил эту фразу, то сейчас это время сказать ему об этом. Есть ли смелые люди в этом зале? Как вас зовут? Кристина? Виктория, да? Интересно, друзья, что у вас такие интересные имена. Кристина это христианка. Ты даже, может, и не знала, что носишь такое имя. А Виктория это победительница. И вы сделали правильный шаг, потому что после рождения на эту землю следующий шаг это принять Иисуса как рождение для вечности. И может быть вы еще недооцениваете этот шаг. Те люди, которые вас пригласили, они знают значимость этого. Вы еще пока можете не знать. Как вас зовут? Наталья. Пусть Египет доставит ваше сердце. Друзья, если кто-то еще хочет дополнить число людей спасенных, чтобы радость умножилась на небесах, не стойте в стороне. Сделайте этот смелый шаг. Кто-то думает, будет всегда так, как проходило до сих пор. Солнце восходит и заходит каждый день, но на самом деле не всегда так будет. Бог повелел солнцу восходить и не сходить. до времени. И пока еще это время есть. Но когда солнце померкнет, а мы стоим на границе этих событий, когда солнце не даст своего света после шестой трубы. Вот это та паника, которая может начаться в людях, но они не будут знать, куда бежать. Но сегодня еще есть эта возможность, и Господь говорит, приди ко мне, я дам тебе покой. Приди ко мне, я дам тебе основания для жизни, и я открою над тобой небо, а перед тобой горизонты, и стены раступятся. И я сейчас предлагаю вам вместе со мной повторить ту молитву, которая сделает вас новыми людьми, потому что право Богу вы дадите войти на территорию вашего сердца, после чего он там будет с вами вести диалог лично. Это не значит, что вам не нужна будет помощь, но это значит, что вы уже сами можете задавать ему вопросы, им будет отвечать в сердце, не в разуме, разум будет вторично это слышать, но сначала это сердце. И чтобы вы сейчас уже могли открыть сердце, чтобы вам ничто не мешало, вы можете сейчас закрыть глаза, за мной повторить слова, которые сердцем прочувствуете. Небесный Отец, я прошу тебя, приди на территорию моего сердца прямо сейчас. Я еще не знаю, что такое жить с тобой. Повторяйте за мной эти слова, девушки. Я зову тебя, Отец Небесный, войди на территорию моего сердца, прости мои грехи, очисти меня от всякой неправды, освободи меня от Египта, научи меня жить соответственно твоей программе, твоим ценностям. Я верю, что жертвы Иисуса Христа достаточно, чтобы я была спасена, переведена от смерти в жизнь. Прошу тебя, Иисус, притяни ко мне Твое благоволение, притяни ко мне Твои руки и дай мне пережить Твои объятия. Прошу тебя, Иисус, преобрази меня изнутри, научи меня жить по-новому, ходить по тем путям, по которым я еще не ходила. Запиши мое имя в книгу жизни. Благодарю Тебя, что Ты научишь меня молиться, слышать Тебя, и понимать Тебя. Я отказываюсь от всех планов дьявола на мою жизнь. И я принимаю Твои планы, пусть они состоятся и сбудутся в моей жизни до конца. А Ты мне поможешь их осуществить, как спаситель моей души, как мой друг, как учитель. Войди в мое сердце и живи, и наведи свой порядок. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я благословляю вас, девочки. Пусть Господь даст вам... Сейчас со Светочки пройдите на пару слов, она вам скажет несколько слов. Друзья мои, мы сейчас с вами сделаем то, о чем я сказала, мы споем сейчас песню. Великие чудные дела Твои, Господи. И каждый из нас может себя уже увидеть на этом море, стоящем вместе с теми, кто уже там от жертвенников и пьет и говорит, да коли не мстишь за нас. Но мы сейчас приведем в исполнение Божье Слово. Когда Он это реализует на земле, Он знает. Но мы сейчас эту песню, которую пели и раньше не один раз, споем с другой осознанностью. Что нам надо соединиться с песню Моисея и Агнца и состоящими на стеклянном море. Господи, Боже, все держите праведны и истинны пути Твои. Царь святый. Кто не убоится, не прославит Тебя, ибо Ты единица. святый. Все народы поклонятся пред Тобой, ибо Ты единица. святый. 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 велики и чудные дела а и господи боже все держи а а и пути и 2 и и а а а а и 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 себя его и и и и и и а ар его и и а а а и и а а а а а а и и а а а а а и и а а а а и и а кто не у боится не прославить тебя его ты и и и а все а и 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 а и и а а а а а а а и а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо Тебя, Отец, за Твои великие и чудные дела в нашей жизни. В жизни предыдущих поколений мы не сироты. У нас были те, из которых поколения мы вышли. И они полагали цену для того, чтобы мы сейчас могли состояться. И они сегодня в облаке свидетелей наблюдают за нами из этого храма Скини. Они наблюдают, где мы, кто мы, что мы уже сделали и что надлежит сделать. И Твоей силой, Господь, мы это осуществим дальше, силой крови Твоей, силой страданий Твоих, которые для нас принесли жизнь и избавление. И мы принимаем сейчас Твою благодать для благовременной помощи. К святому Богу наши молитвы, к святому Богу направлено наше сердце, к святому и верному обращены наши отчи. И мы вместе можем сейчас произнести те слова, которые будут выбором отказаться от Египта и встать на этом стеклянном море с теми, которые уже там находятся и с теми, которые туда придут. Потому что мы духом своим можем легко перемещаться в небесную реальность. И потому мы сейчас это делаем, зная, что служение Богу – это служение Духа, это служение сердца. И вместе с вами мы можем сказать сейчас эти слова. Они будут на экране, и вам легко будет произнести вместе со мной. Небесный Отец, я Твое дитя и потомок Авраама по вере через Иисуса Христа. Благодарю Тебя за причастность к наследству для святых. Ты на Голгофе совершил полную и окончательную победу над всем грехом, беззаконием и проклятием. Победил смерть и ад, немощь и болезнь. Властно подверг их позору. Через веру в жертву Иисуса Христа и покаяние в своих грехах я имею доступ к престолу благодати, к наследству моего Творца. Прости меня за грехи, которые уводили в сторону от призвания и Твоей цели на мою жизнь. Когда искал остальное и оставлял Твое царство. Когда позволял прошлому удерживать меня от лучшего будущего, от земли обетования. Я принимаю решения и отказываюсь от Египта в моем сердце. Прости ропот и недовольство, неверие и малодушие. Когда не мог жить в моменте и наслаждаться им. Когда давал право страху удерживать меня от Твоих обещаний. Я отрекаюсь от природы Египта во всех ее проявлениях. Укроти зверя в тростнике и забери добычу из пасти крокодила. Принимаю полное избавление от Египта и его последствий в моей жизни. Благодарю Тебя, что ангел-губитель, увидев кровь Твою на мне и на доме моем, пройдет мимо нас. Принимаю Твою благодать, прощение и силу, забывая заднее, простеряться вперед. К почести Вышнего звания во Христе Иисусе. И стремиться к лучшему, то есть к небесному, к приготовленному Тобою городу. Вместе с теми, кто стоит на стеклянном море, я пою песнь Моисея и Агнца, говоря. Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель. Праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобой. Ибо открылись суды Твои, Господи. О, Отец, аминь на эти слова. Ты един свят, 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 ты един свят. Господи, благословляю хлеб Твой, благословляю тело Твое, которое было ломимо за нас, чтобы нам быть целостными в Тебе, чтобы нам быть едиными с Тобою и с теми, кто был до нас, и с теми, кто сегодня живет в этом мире и хочет большего, и жаждет глубину Твоего сердца. Тело Христа было за нас ломимо, и мы принимаем Его в здравие. Мы принимаем целостность, мы принимаем Его в свободу от тех ограничителей и крови и сна, которая была пролита за нас. Принимаем ее в жизнь, в наш дух, в нашу душу и в наше тело. Слава Тебе, Отец! Слава Тебе за трапезу Нового Завета! И мы с поспешностью идем в Пасху Твою, и проходит ангел-губитель мимо. И мы принимаем целостность, и мы принимаем Твое обогащение небом на земле сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будем петь и принимать причастия. И садиться, кто будет принимать, чтобы видно было, кто уже принял. Слава Тебе за трапезу Нового Завета! Велики и чудные дела Твои, Господи, Боже, Вседержитель! Праведные и истинные пути Твои, Царь святый! Кто не убоится, не прославит Тебя, ибо Ты единственная. Все народы поклонятся пред Тобой, ибо Ты единственная. Святый, 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 св Ты един свят, 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 Ты един свят, свят, свят. Я вижу семь светильников, огнем горящих, я вижу море и стекла, и в нем огонь полящий, я вижу сына, глаза его горят, как пламя, горят, горят, горят. Я вижу семь светильников огнем горящих Я вижу море и стекла, и в нем огонь горящий Я вижу сына, глаза его горят, как пламя Горят, горят, горят Я вижу семь светильников огнем горящих Я вижу море и стекла, и в нем огонь горящий Я вижу сына, глаза его горят, как пламя Горят, горят, горят Я вижу семь светильников огнем горящих Я вижу море и стекла, и в нем огонь горящий Я вижу сына, глаза его горят, как пламя Горят, горят, горят Я знаю вокруг тебя создания Я знаю вокруг тебя создания Я знаю вокруг тебя буря, святой, святой Я знаю вокруг тебя создания Я знаю от молнии и громы Я знаю вокруг тебя буря, святой, святой Я знаю вокруг тебя создания Я знаю от молнии и громы Я знаю вокруг тебя буря, святой, святой Я знаю вокруг тебя создания Я знаю вокруг тебя, святой, святой Престолу мы взываем святой Престолу мы взываем святой Я вижу семь светильников огнем горящих Я вижу море и стекла и в нем огонь горящий Я вижу сына, глаза его горят как пламя Горят, горят, горят Я вижу семь светильников огнем горящих Я вижу море и стекла и в нем огонь горящий Я вижу сына, глаза его горят как пламя Горят, горят, горят Я вижу семь светильников огнем горящих Я вижу море и стекла и в нем огонь горящий Я вижу сына, глаза его горят как пламя Горят, горят, горят Я вижу семь светильников огнем горящих Я вижу море и стекла и в нем огонь горящий Я вижу сына, глаза его горящих Я вижу сына, глаза его горят как пламя Горят, горят, горят Престолу мы взливаем святой Святой, святой Престолу мы взливаем святой О, Престолу мы взливаем святой Престолу мы взливаем святой Я знаю, вокруг тебя сознание, Я знаю, вот молнии и громы, Я знаю, вокруг тебя буря святой, святой. Я знаю, вокруг тебя создание, Я знаю, вот молнии и громы, Я знаю, вокруг тебя буря святой, святой. И ангелы, и старцы поклоняются тебе. И ангелы, и старцы поклоняются тебе. И мы здесь, на земле, поклоняемся тебе. И мы здесь, на земле, поклоняемся тебе. Святой, святой, святой Господь. Мы тебе поклоняемся за жертву твою, за победу твою, что ты прошел смерть и ад. Но ты выкупил нас, положил огромную цену. Разум наш еще это не может осознать до конца. Но дух наш, он в трепете пред тобой, когда мы прикасаемся к небесным сферам, к небесной реальности уже на земле. И я благодарю тебя, что ее возможно умножать внутри себя, внутри своих родных. Поэтому мы ставим всех, кто нам дорог, ставим рядом с собой. И говорим, вы надобны Господу. Наши сыновья, дочери, внуки, детья, невестки, отцы, матери, мужья и жены, сыновья и дочери, вы надобны Господу. Вы надобны Господу. И вы встаете рядом в числе тех, кто спасен, преображен, искуплен, оправдан, свободен и наполнен Богом. Господь, вся страна Господня, город Господь. И ты знаешь, святой, как это сделать. Ты един свят. И мы признаем тебя Господином нашей судьбы, жизни. Слава тебе за причастность к реке, откуда крокодил вытащил. И мы идем в эти воды, и они для нас безопасны. Слава тебе. И мы благословляем свои души пройти через эту реку, чтобы освободилась наша душа от любых принципов Египта, от любых образов поведения Египта. Спасибо тебе, родной. Слава тебе вечной. Слава тебе, животворящей. Мы идем в глубину отношений. Мы идем в глубину познания. Мы идем в глубину наследства. И хотим туда прийти подготовленными. Не Индии залезать, не через окно проходить, а через дверь, которая встал для нас Иисус. Мы входим в наследство Отца. Благодарю тебя, Господь. Я благословляю эту неделю, которая у нас стоит перед нами, как промежуток времени, которым нам надо насладиться отношениями с тобой. И из этих отношений творить дела, в которых ты будешь прославлен. И я благодарю тебя, что все дела наши ты устрояешь для нас и за нас, когда мы соединены с тобой духом и сердцем. И я благословляю молитвенной жизнью каждого человека. Я благословляю святостью твоей, организованностью твоей. Слава тебе за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, у нас есть несколько объявлений те же, которые и были, и о женском служении, о пророческом, о мужском служении. Все это тоже самое остается, кроме одной детали, которая связана с неженатыми и незамужними. Ближайшее служение будет 17 апреля. Те, кто ходит на эту группу, 17 апреля. И у меня еще вопрос. Может быть, есть этот человек в зале, может быть, он смотрит нас в интернете. Но подходили ко мне, просили узнать контакт из города Приморска, области нашей здесь, близкого Приморска. Я нашла контакт, но не могу теперь найти человека, кто спрашивал. Поэтому либо подойдите ко мне, либо к Валентине. Я перешлю контакт тогда секретарю. Итак, благословляем друг друга. Благословит тебя Господь, сохранит тебя. Презрит на тебя Господь светлым лицом своим, помилует тебя. Обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом. Шалом всем благословенной неделе. Спасибо всем.